В день нападения нацистской Германии на Советский Союз в Запорожье открыли после реконструкции один из мемориалов. Это мемориальный комплекс «Летят журавли», который находится в Шевченковском районе. После реконструкции территория комплекса превратилась в небольшой сквер, так что теперь горожане смогут приходить сюда и для отдыха. На этом месте с 1941 по 1943 годы были расстреляны почти 5000 советских военнопленных. В память о погибших в 1965 году здесь установили мемориальный комплекс «Летят журавли». Небольшой косметический ремонт на мемориале провели в 1994-м и с тех пор территория комплекса приходила в упадок. Такой она была еще пару месяцев назад, такая она сегодня. Работ здесь провели немало и результат, как говорится, налицо. Инициатива реконструкции принадлежит депутатам горсовета от фракции «Новая политика». Ее поддержали Шевченковская райадминистрация и городская власть. Работы по реконструкции провели в кратчайшие сроки – за один месяц. Обновили все – от стелы до территории. Выложили плитку, уложили ступени, установили освещение, лавочки, урны, провели озеленение и многое другое. Это совершенно обновленный комплекс, он приведен в первозданный вид, я думаю, даже немножко улучшен. Здесь очень много сделано и по благоустройству, и озеленению территории. И теперь уже сюда можно приходить, поздравлять не только в День Победы или в День Скорби, но, я думаю, наши горожане могут сюда прийти, в тишине посидеть, воздать почести погибшим воинам. Здесь, как мы знаем, 4940 человек было в братской могиле похоронено. В день открытия мемориального комплекса здесь собрались дети войны, для которых 22 июня – не просто историческая дата. Для них это день – начало страшных событий, тяжелых переживаний и слез. Я жительница села Беленькой, Запорожской области. Немцы вошли в 43-м году, и как они там, конечно, вытворяли страшно. Детям нам было страшно на это смотреть. А потом нас гнали аж до Марганца, пешком, целякок, октябрь месяц, холодно. А потом аж до Марганца, кривой рог. И, конечно, это было... И сейчас я сижу, у меня слезы дали. Потому что это для детей такое переносить, это очень тяжело. Война началась. Забрали родителей в Германию. Я там родилась, в Германии. Оттуда привезли сюда меня. Грусть какая-то. Что сколько было угнано людей и молодых. У нас здесь была дача, авиатор. Мы ездили всегда этой дорогой. Всегда смотрели на этот памятник. Всегда здесь цветы были. Но был он как-то не такой, как сейчас. Сейчас очень красивый, такой изящный. Да, да. Так его украсили. Такую клумбу красивую сделали. Дорогу сделали. Все хорошо делают для нас. Конечно, события горестные были. И клин журавлей об этом напоминает. Спасибо за памятник. Создать эту красоту – большой труд. Но немалые усилия нужны для ее поддержания. Председатель райадминистрации Федор Майер объясняет. Ухаживать за территорией будут за средства по благоустройству района. Постарались защититься и от вандалов. Буквально ярчайшие примеры. Осенью в сентябре-октябре мы здесь выставляли урны, новые лавочки, которые, конечно же, разбили вандалы. Прошло это все в негодность. Поэтому пришлось во время реконструкции полностью это все дело обновить. И максимально старались подойти к решению вопроса вот именно такими антивандальными элементами. То есть и лавочки, и все выполнено в таком крепком, недоступном, скажем, малодоступном для разрушения виде. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. А в завершение мероприятия возложили цветы к мемориалу.